Приветствую, друзья! Приветствую всех и каждого, кто смотрит этот видео-мастер-класс «Перепрошивка финансового достоинства». Зовут меня Светлана Горбович. Я последние 4-5 лет занимаюсь изучением работы в области метафизики денег, влиянием бессознательных программ, установок на финансовое благосостояние, на общее благосостояние жизни. Идея этого мастер-класса родилась вследствие вопросов, задаваемых мне периодически в личных сообщениях, вопросов, задаваемых мне, задавая, которые мне задают участники различных моих мероприятий. И возникла идея записать некую схему, записать некую информацию, которой можно было бы делиться. Почему перепрошивка финансового достоинства? На самом деле родилась эта идея вот такого названия в процессе работы с одной из групп марафонов финансового, которые я провожу систематически уже, 5-6 уже было марафонов. И раньше марафоны назывались «финансовая перепрошивка». И вот тут я заметила одну интересную закономерность. Когда люди сталкиваются с саботажем, с изменением, со сложностями, с которыми человек проходит, идет к изменениям, очень часто людям тяжело найти причину «почему». Но бывает другое явление, почему есть сложности. Бывает другое явление, достаточно интересное и не сразу явно проявляющее себя. Когда причина вроде уже найдена, есть инструмент, как это изменить, но вот в самом моменте, когда можно изменить, получить новый результат, новую реальность, новые какие-то улучшенные условия жизни, начинает включаться самый сильный саботаж. И когда я стала это исследовать вместе со своей группой, с которой я в тот момент работала, мы нашли следующее. Когда ценность человека в своих глазах заключается в преодолении сложностей, возможно, это знакомо кому-то из вас тоже, да, когда я героически сражаюсь с какими-то непреодолимыми ситуациями, я в этом чувствую себя героем, тогда человеку ценны сами сложности, да, потому что без этого он не чувствует своего достоинства. Когда нет ощущения, еще раз, это такой важный, достаточно важный момент. Когда человеку важно, когда он чувствует себя значимым, ценным, достойным, да, в зависимости от того, какую степень сложности он преодолел, отказаться от сложностей сложно, простите за такой тарарам. Поэтому перепрошивка финансового достоинства, когда нет ощущения, что я достоин, я достойна по праву рождения, потому что я есть, потому что я родился, тогда приходится это заслуживать. И мы сегодня рассмотрим, что это, как это работает, и что с этим можно сделать, да. Представьте себе на минуточку, что мир – это пространство, это темнота. Ну, вот такое темное пространство со всех сторон, вперед, назад, вверх, вниз, а оно темное, вы ничего не видите. Ну, вот просто представьте. И тогда вашу реальность будет составлять тот фонарик, куда вы светите. Вот если вы заходите в полностью темную комнату, абсолютно темное помещение, и включаете фонарик, то то, что вы видите, то, куда направлен луч фонарика, и будет вашей реальностью, и будет то, что вы будете видеть, то, куда вы будете смотреть. И то, куда мы направляем наше внимание, то, куда мы направляем не совсем внимание, наше мышление, то, куда работает условно наше мышление, это то, что составляет нашу реальность. Это то, как мы проявляем. То есть, по сути, есть некое пространство мира, и мы фонариком проявляем свою реальность. Мы светим в свою реальность. Мы светим в тот угол, который становится нашей реальностью. Либо тот угол, в который мы светим, становится нашей реальностью. По сути, нашу реальность формирует система убеждений. Есть некий сектор, который мы можем высветить своим убеждением. Если вспомнить, что такое убеждение, то убеждение – это самоподтверждающаяся программа. Это программа, которая будет выстраивать события таким образом, ситуации, события, слой реальности таким образом, чтобы оправдать свое существование. Потому что каждой программе нужна энергия, нашим убеждениям тоже нужна энергия. И каждая программа, которая существует в нас, она обеспечивает себе свою же жизнедеятельность. Для того, чтобы продолжать существовать. Дними словами, мы будем фокусировать свое видение, свое внимание на том слое реальности, где наши убеждения будут получать подтверждение. Наверное, немножко запутанно сказала, не знаю. Мы будем постоянно наблюдать, как наши убеждения получают подтверждение себе. Мы будем видеть то, что сформировано нашей системой убеждения. По сути, наша система убеждения – это вектор фонарика. Это то, куда мы в пространстве будем светим своим фонариком. Может быть, неосознанно. Мы можем не совсем отследить, почему рука фонарика засветила туда, в этот уголок, либо в это пространство. Но, тем не менее, это то, что мы видим, и наши убеждения нам обеспечивают видеть такую реальность, которую будут поддерживать то, что мы видим. Иными словами, все, что вы знаете про деньги, про благосостояние – это правда в вашей реальности. Это действительно так в вашем слое реальности. И, может быть, в другой реальности будет все по-другому. Для кого-то другого это не так. Если для человека деньги достаются тяжелым трудом, и у него есть такое убеждение, то для него это действительно так. Потому что он не будет, он не сможет увидеть и рассмотреть вариант получить деньги в кайф и удовольствие, и при этом не напрягаясь. У него может появиться ощущение, что если он не напрягается, то он не достоин этих сумм. Мы возвращаемся к финансовому достоинству. Если человек считает, что деньги грязные, то для него это будет правдой, для него это будет действительно так. Но рядом может оказаться другой человек, и в его реальности будет по-другому. И то, что нужно сделать, это, по сути, сместить свое убеждение, сместить фонарик. Потому что если мы будем смещать градус фонарика в какую-то другую сторону, то там может оказаться совсем другая картинка, и она может оказаться несколько симпатичнее, чем то, на что человек смотрел на протяжении, возможно, многих лет. Я не скажу ничего нового, потому что в этом, до сих пор вряд ли сказала что-то новое. Потому что все говорят, что нужно поменять мышление. И мало кто говорит, как нужно поменять. Я помню на заре своих исследований в этой теме, все говорили, что нужно поменять. Ну, все мастера, которых я слушала, говорили, что нужно поменять мышление. И я не очень понимала, как. Потому что просто позитивное мышление, когда я просто пытаюсь думать позитивно, а в жизни продолжает происходить что-то, что выбивает из позитива, но это не всегда работает. Есть очень много техник, которые, возможно, если вы смотрите этот мастер-класс, значит, вы интересуетесь этой темой, и, возможно, вы слышали про многие техники типа аффирмации, позитивного мышления, фокусироваться на хорошем. И это все круто, но это не всегда кардинально меняет ситуацию. И когда вы много-много-много раз что-то делаете, оно не всегда срабатывает, возникает желание, опускаются руки, и очень сложно двигаться дальше. А если еще учесть, что большинство установок, из которых мы живем, из которых мы реагируем и действуем, неосознанные, то тогда ситуация может выглядеть вообще довольно печальной и плачевной, потому что может возникнуть ощущение, что я реально не знаю, что делать, я реально не понимаю, как поменять это мышление. И вот то, чем мне сегодня хочется с вами поделиться, так это, собственно говоря, самой системой, как можно поменять себе мышление, как можно поменять свои установки. Именно этим мы, на самом деле, занимаемся на марафоне. Мы, на самом деле, 20-го, по-моему, числа будет стартовать следующий поток, да, но есть схема, мы в марафоне идем по этой же самой схеме. Есть 6 этапов смены установок и проявления новой реальности, всего 6 этапов, это все 6 этапов, которые мы проходим на марафоне, и я поделюсь с вами этими 6 этапами сегодня. Первый этап – это выявить установки, вообще понять, что на самом деле, какие на самом деле у меня есть внутри программы, осознанные либо неосознанные, которые выстраивают мою реальность вот таким образом. Какие убеждения, стоп-установки у меня есть, из которых я действую, что формирует мне вот эту реальность. Я предложу вам сейчас сделать одно упражнение, возможно, поставить видео на паузу для того, чтобы сделать, да, для того, чтобы та информация, которую вы сейчас получаете, не была просто информацией. Потому что информация сама по себе – это золотая пыль. Она золотая, она имеет ценность золота, но это будет пыль, если ее не применять, да, ничего с ней не делать. Итак, сделайте одно упражнение. На марафоне мы, конечно, делаем порядка 7 дней у нас идет на раскопке, из 28, у нас 28 дней сейчас будет марафон, и 7 дней на раскопке. Я предложу вам сделать одно упражнение. Подумайте, сколько вам было бы комфортно получать денег ежемесячно. Какую сумму вы хотите? Если бы вы зашли в марафон и поставили цель, то какая бы это была сумма? Какая цель бы это была? Подумайте, почувствуйте, сколько, иными словами, сколько вам нужно, какая сумма вам нужна. И умножьте, пожалуйста, эту сумму на 2. Попробуйте представить себе, что вы перенеслись в ту реальность, где вы получаете вот эту сумму, умноженную на 2. Например, если вы хотели, не знаю, 10 тысяч долларов, умножьте, пожалуйста, на 2. Или 5 тысяч, да, или, ну, то есть какая-то ваша сумма, умножьте на 2. И представьте себе, что вы ее получаете. Причем получаете ее каждый месяц. Не один раз получили, а получаете ее каждый месяц. Вот вы в этом месяце получили, в следующем месяце получили, и в следующем месяце получили, еще получили. Обратите внимание на все свои ощущения. Что приходит после радости? Какие ощущения в теле? Сжатие? Рост? Кто за вас порадуется? Кто вам позавидует? Кому бы вы хотели сказать, видел или видела, ты в меня не верила, у меня получилось, а я крутая или крутой, я это сделал. Кого вы, может быть, боитесь? Чего вы, может быть, боитесь? Перед кем вы будете виноватым? И запишите все свои ощущения. У вас может получиться только с одного этого упражнения, может получиться текст талиста на полтора, на два. Ну, если так по-честному делать. И из написанного текста выявите все установки. Например, я боюсь больших денег, я не буду знать, что с ними делать, я боюсь, что у меня не будет свободного времени. Это, ну, это то, что вылазит почти как, ну, в классике, да, в большинстве случаев. Я боюсь, что у меня не будет время на детей, я боюсь, что у меня развалится семья, я боюсь, что получать больше, чем получают мои родители. Если мне нужны будут деньги, если у меня будут много зарабатывать, я должен буду, либо должна буду отдавать деньги родителям, или младшей сестре, или еще кому-то. Прокрутите все вот эти вот установки, выпишите их. У вас на это, конечно, возьмет какое-то время. Можете сделать это уже прямо сейчас. Поставить на паузу и сделать это. А мы будем двигаться дальше. И следующий этап, когда у вас уже есть установки, когда... На марафоне это происходит так же, только мы более глубоко копаем. Это не одно упражнение, их несколько. И после каждого я проверяю, читаю, даю обратную связь, корректирую саму формулировку установки. Следующий этап из шести, второй этап из шести, это понять, от кого эти установки унаследованы. И для чего мы их себе оставляем. Есть определенная схема. Вот вылетело умное слово из головы. Есть такое явление, да, что когда мы не можем выстраивать связь с кем-то, либо с чем-то значимым в том формате, в котором нам бы хотелось, мы можем оставлять себе некие сложности, в том числе установки, как инструмент удерживания связи. И не буду сейчас оставаться долго на этой теме, просто потому что она достаточно длинная. Это тема одного из вебинаров. У нас четыре вебинара в марафоне. Это тема одного из вебинаров, который я даю. Но важно понять, от кого я взяла эту установку. От мамы, от папы, от бабушки, от первой учительницы. От кого? И зачистить связи с тем, у кого эта установка взята. Для того, чтобы снять с установки напряжение необходимость удерживания присутствия ее, как инструмент удерживания связи. Если у меня связь зачищена с этим человеком, мне не нужен больше инструмент удерживания связи. Зачищена имеется в виду либо вообще закрыта, иногда мы берем установки у людей, с которыми можно попрощаться, либо отношения, либо снят такой значимый слой негатива, то есть он прочищен. Когда я могу смотреть на значимого человека и понимать, что мне приятно на него смотреть. Что мне не нужно удерживать с ним связь через какое-то неприятное проявление в своей жизни. Есть достаточно много, я использую определенную модификацию Танглена в марафоне, есть много техник зачистки связи, можно их использовать. Третий этап. Третий этап. Один из самых интересных. Понять, а какие установки нужны. Какие продвигающие установки нужно интегрировать, которые будут проявлять желаемую реальность. Если мы говорим с вами, что установки, система убеждений проявляет нашу реальность, и мы знаем, вы нашли, какие убеждения проявляют нежелаемую реальность, ограничивают как-то в финансовом успехе, тогда можно пофантазировать и придумать, а какие же установки будут продвигать, будут проявлять желаемую реальность. И здесь я предложу, возможно, тоже сделать паузу, поставить на паузу и напротив каждой вашей выявленной установки написать ее противоположность. Ту установку, при интеграции которой начнет проявляться желаемая реальность. Обычно на марафоне это вызывает вначале большое воодушевление, а потом сложности, потому что мы часто знаем, как мы не хотим, и далеко не всегда получается формировать то, что нам... сформулировать, простите, то, что хочется. Попробуйте сделать это упражнение и получить такие парочки. Здесь очень часто бывают стопы в марафоне, и я очень тщательно обычно проверяю, чтобы новая установка была экологичной и реально проявляющей новую реальность. На момент, когда у нас, у вас есть пары, когда вы понимаете, какие установки вы меняете, какие вы хотите... да, от кого вы взяли, какие установки вы хотите вместо... В марафоне мы интегрируем некоторой техникой, которая полностью... очень эффективно интегрирует новые установки, она полностью вычищает старые, да, техника. и интегрирует новые и достаточно яркие результаты в состояниях, в ощущениях практически в течение 15-20 минут. Я вам предложу такую практику, как называется, бытует мнение. Она тоже работает, она берет на порядок дольше времени, правда, но вместе с тем она тоже работает. И так бытует мнение. Вы берете установку, которую вы хотели, хотите ее убрать, и берете установку, которую хотите интегрировать. И пишете. Вот эту практику важно писать от руки, да, чтобы мелкая моторика работала, чтобы нейронные связи оживали в этом. И пишете. Ну, например, деньги... Давайте для примера я возьму установку, деньги даются тяжелым трудом. И вы пишете. Деньги даются тяжелым трудом. Следующая строчка. И бытует мнение, например, что деньги даются тяжелым трудом не всем. Что деньги достаются тяжелым трудом не всем. Следующая строчка. И бытует мнение, например, что есть люди, которые получают деньги в удовольствие. Я сейчас сокращаю, да. И бытует мнение, что некоторые умеют получать деньги без необходимости тяжело трудиться. Следующая строчка. И бытует мнение, что можно получать деньги в удовольствие. Следующая строчка. И бытует мнение, да, и так много-много раз, пока вы не почувствуете, вы постихонечку такой слой за слоем, знаете, как луковицу, слой за слоем постепенно перепрошиваете, постепенно-постепенно меняете, да, о том, что бытует мнение по-другому и бытует мнение. И вот этих вот бытует мнение у вас обычно берется порядка 20-25 строчек, и под конец последней где-то строчки вы будете понимать, что и бытует мнение, что мне не обязательно тяжело вкалывать для того, чтобы зарабатывать достаточные, либо достойные для меня, либо достаточные для меня суммы. Это как один из вариантов, да, вы каждый берете свою установку, и через упражнение «Бытует мнение» вы вполне можете перепрошить, да. Здесь очень важно делать. У нас, наверное, на самом деле, что дает марафон, ну, кроме там достаточно мощной техники я даю, то, что дает марафон, марафон дает делание. Потому что это задание каждый день, я каждый день это проверяю, каждый день отчеты, каждый день обратная связь, каждый день поддержка группы, и когда ты уже зашел на марафон, ты уже делаешь, получаешь, даже если не делают вообще все 100%, но это все равно уже действие, это уже все равно что-то, что приближает к результатам, достаточно мощно приближает к результатам. И это четвертый этап, да, когда вы меняете себе установки, даже эта техника, она работает достаточно хорошо, правда, она берет больше времени, чем те глубинные, которые мы проходим в марафоне. Пятый этап – практики щедрости. Это тоже, правда, отдельный вебинар, я даю практики щедрости, когда мы начинаем работать с сопротивлением, потому что с сопротивлением сталкиваются практически все, как-то вот не минует сопротивление марафонцев. Я стала делать дополнительный, раньше, что было три вебинар, я стала делать дополнительную онлайн-встречу про сопротивление и про практики щедрости. Я порекомендую вам просто найти, для того, чтобы получить более полную картину, найти книгу «Щедрость. Причина богатства» Алексея Просекиной и Марины Хмиловской. Вот там они очень много, прям вообще супер, как, ну, доходчиво, понятно, написали, разжевали, по полочкам положили, и очень, вот прям очень рекомендую. Мы проходим практики щедрости в достаточно таком понятном, разжеванном и простом варианте, но идея в том, что те семена, которые вы сеете, те семена, которые вы закладываете, эти семена, это то, что происходит впоследствии в жизни. И если закладывать семена щедрости, иными словами, вы хотите получать деньги, мы даем деньги, но здесь важно понимать, да, мы практикуем щедрость в деньгах. Но здесь важно понимать, очень-очень важно понимать разницу и прочувствовать между щедростью от изобилия и то, что обестачивает, да, и расточительность. Между щедростью из состояния «я могу», да, и это то, что меня наполняет, потому что щедрость, она наполняет. Здесь очень важно отследить разницу между практикой щедрости из меня это наполняет, меня это обестачивает, да, и я отдаю то, что отдавать, ну, не надо, то, что без запроса, то, о чем не просят, и то, что мне нужно самой. Почитайте, у меня на это выделен отдельный вебинар, даже там на два вебинара мы захватываем, но если рядышком у вас где-то есть книжка «Щедрость, причина богатства», очень рекомендую, очень хороший, прекрасный материал, спасибо огромное ребятам, что вот так написали. Ну и шестой этап смены установок и проявления новой реальности, до сих пор мы все время говорили про работу с внутренним, да, про выявление установок, и на это у нас уходит неделя в марафоне, про зачистку связи, про интеграцию новых установок, и на это уходит вторая и где-то третья неделя, часть третьей. И мы ни разу не говорили про то, что есть для повышения благосостояния, да, это работа в двух направлениях, это работа с внутренним, и это работа с внешним. Можно медитировать очень долго, ну условно, да, на деньги, можно делать практики и при этом получить какое-то предложение, да, например, участие в каком-то проекте и отказаться от него. То есть не сделать какого-то шага во внешнем мире и, по сути, не получить результат. Поэтому следующий, шестой этап проявления установок. Это мы делаем практики, модификации, мы работаем с модификацией предыдущего опыта, мы делаем моделирование новой реальности. Я предложу вам такое упражнение, вот подумать, когда, на марафоне мы делаем там прям у нас большой, но подумайте, как, когда вы хотите реализовать эту цель, да, вы хотите получить вот тот уровень дохода, который вы хотите. Через сколько это месяцев? Через три, через полгода. У вас есть реальная сумма, которую вы хотите, стабильно ежемесячно. Подумайте, через сколько. Перенеситесь в тот момент, пойдите в состояние цели, но делать это желательно уже после того, как вы поменяли хотя бы какую-то значимую часть установок, потому что иначе вы туда влетите, ну, там незачищенное пространство будет, да, оно будет еще напичкано теми ограничивающими установками, которые у вас еще есть. И попробуйте, находясь в этом состоянии, когда цель реализована, вспомнить, ну, вспомнить в кавычках, да, ну, вспомнить, какие шаги были проделаны во внешней реальности для того, чтобы цель была реализована. Вспомните, что вы делали месяц назад. Например, если у вас цель в, ну, мы сейчас, что, у нас 30 апреля, например, у вас цель до 1 сентября. К примеру, цифра совершенно условная. Вспомните, вот до 1 сентября вспомните, что вы делали за август. Вспомните, что вы делали за июль, да, то есть мы возвращаемся, мы вспоминаем месяца назад. И таким образом мы получаем план, то, что нужно сделать для того, чтобы этот шаг пройти, для того, чтобы все это пройти, для того, чтобы прийти туда. Вы не планируете из сегодня, вы вспоминаете из момента реализованной цели. И впоследствии шаг за шагом пройти весь этот путь. То есть на фоне перепрошитых установок, ну, правда, на марафоне мы выделяем отдельное время, и мы прорабатываем еще аспекты, которые могут помешать реализации этой цели через определенные техники, так, чтобы дальше реальность уже просто разворачивалась и двигалась. И потом прорабатываем через эти же техники каждый из этапов. Я даю это как задание. И вот пройдя эти шесть этапов смены установок и проявления новой реальности, вы можете обнаружить себя в реально, в действительно новой реальности. Если вы прорабатываете внутри свои установки, и, например, если раньше для вас было деньги зарабатываются тяжелым трудом, и вы перепрошили себе установку, да, интегрировали, например, я в состоянии зарабатывать деньги в удовольствие, да, без необходимости перенапрягаться, то это значит следующее. Вы начнете замечать такие возможности и способности, потому что пока есть установка, деньги достаются тяжелым трудом, то вы не замечаете, человек не замечает возможности получать деньги в кайф, в радость. И если интегрируется новая установка, то эти возможности начинают проявляться. И тогда появляется выбор, либо реагировать по-старому, либо брать эти возможности и использовать их, и менять эту реальность. Я очень надеюсь, я знаю, что те, кто проходили марафон, они берут эти возможности и меняют свою реальность. Есть, ага, я здесь выложила только некоторые отзывы, я на днях создам мероприятие. Если вам будет интересно, вы можете написать, я скину ссылку, и вы сможете ознакомиться с другими отзывами людей, которые проходили марафон, посмотреть, что меняется у них, потому что у некоторых появляются, кто-то удваивается после марафона, для кого-то это больше работа по гармонизации внутреннего, и только потом человек готов идти за деньгами. У кого-то начинают набираться группы, у кого-то продаются квартиры, у кого-то идут какие-то, ну, у меня жанры, вообще глобальные изменения по финансам. То есть ровно в том векторе, в том масштабе, в котором человек хочет и готов идти к этим изменениям. Ну, во всяком случае, меня всегда радует, я всегда получаю большое удовольствие, наблюдая за изменениями. И мы все проходим через эти шесть этапов. Выявить, понять, у кого взяли, и зачистить эти связи, да, переформатировать, написать, что по-другому я хочу, зачистить старый, интегрировать новую установку, практика щедрости и моделирование внешней реальности. Шесть шагов для того, чтобы действительно сменить старые установки, старую реальность, от которой, возможно, уже отомило бывает, да, и проявить новую реальность. Иными словами, сделать прорыв. Не совсем не хочется употреблять слово «прорыв», но во всяком случае действительно получить изменения. Сам марафон мы делаем, сам марафон – это 28 дней. В течение 28 дней я буквально вымеряла по часам, потому что я знаю, что достаточно трудно бывает выделить время для проработки, выделить время для себя, особенно когда это время обещает потом изменения, включается масса саботажа, поэтому я старалась сделать это так, чтобы много времени это не забрало. Потому что когда это забирает 2 часа, там, полтора, два, три часа, то это действительно очень сложно выделить. Но когда это забирает 5 минут, 15 минут, то можно найти, да, и в течение марафона, в этот раз марафон будет 28 дней, это каждый день видеозадание, это ролик не более 5 минут, причем начиная где-то с 14-го, по-моему, 15-го дня, даже ролик не каждый день. То есть 5 минут видеоролик, на самом деле там ролики по 2-3 минуты. Это выполнение домашнего задания каждый день, не более 35 минут в день. Сразу скажу, не считая тех заданий, которые вы будете делать во сне, потому что есть задания, которые вы делаете во сне, вы с ней спите, ну и это уже не входит, да, во время, которое нужно выделить в течение дня. Это каждый день отчеты в группе, то есть то, что мотивирует двигаться и делать, потому что каждый день мы пишем в группе. Это, понятное дело, каждый день обратная связь в группе, это общение в чате, это 4 онлайн-встречи, которые мы делаем, я уже говорила, 28 дней, да, и стоит сейчас марафон пройти эти 28 дней со всей поддержкой 3000 рублей. Я буду рада, будет полезной, и я думаю, что человек, который, на самом деле, даже те техники, которые я давала в этом мастер-классе, они доработают, да, но если вы хотите себя подстегнуть, получить такой волшебный, мягкий пендель, ну так, чтобы не больно, но так, чтобы двигаться, да, и двигаться в поддерживающей среде и с обратной связью, то я буду очень рада видеть вас в марафоне, напишите о том, что вы хотите присоединиться, стартует марафон 20-го числа, да, и если у вас появляются вопросы, вы на самом деле тоже можете мне написать. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс и эта схема была для вас полезна, и буду рада быть вам полезной впредь. А сейчас я вам говорю, наверное, до свидания, позитивных вам изменений, и всего хорошего!